Ну пойдемте чаем напоем. Пойдемте, пойдемте. Более чем радушной стала вторая встреча. В первую, почти месяц назад, Нина Ильинична жаловалась градоначальнику. Дом разрушен, умер огород. Семья несет колоссальные убытки, справиться с которыми самостоятельно нереально. Выкручиваться в одиночку и не пришлось. Власти поддержали. Столик дали, кровать дали. Это уже большая помощь для нас. Так как мы все-все потеряли. Два одеяла дали, две подушки дали. И вообще из продуктов постоянно помогают. Постоянно помогают. Внимание очень большое, конечно, для нас. Теперь единственная нужда семьи – строительные материалы. Но и с этим городские власти обещали помочь. Чита Золтуевых получит доски для восстановления пола и стен. Их доставят пенсионерам прямо на дом. А вот в чем нуждаются сестры, что живут в соседних домах, так это шифер и стекло. Недостатка у зазейцев не будет ни в чем, пообещал городоначальник. Сегодня решаем вопрос по строительным материалам. Самое главное, самое основное. И поэтому мы на сегодняшний день определили, что здесь необходимы, допустим, еще строительные материалы. Как фанера, как шифер, как, допустим, рубероид. И многое другое, что им необходимо для восстановления. Помимо всего, конечно же, надо решить вопрос, чем им помочь. То есть, кем помочь, какими бригадами, либо какими людьми. Ну а чтобы предметно знать, в чем нуждаются подтопленцы, городские власти планируют регулярно посещать их дома. Контроль за ходом аварийно-восстановительных работ на местах они будут вести вплоть до весны. Наталья Бернацкая, Александр Лисенюк, программа «Город». Редактор субтитров А.Бород. Контроль за ходом аварийно-восстановительных работ на местах